Дорогой Владимир Владимирович, здравствуйте! Недавно вы совершили путешествие по городам России. Скажите, пожалуйста, какое впечатление произвела на вас наша страна? Появились ли в вашей душе новые места в нашей стране, в которые хочется вернуться, или нет? Повторили ли вы свои путешествия по городам России, и почему да, или нет? Спасибо. Ну, во-первых, не по городам России, а по конкретным нескольким городам, расположенных на Волге. Мы снимаем фильм о России, но решили основаться вот на волжских городах, потому что, если взять города всей России, то это надо несколько лет ездить, а у нас просто нет такой возможности. Так что речь идет о конкретных восьми городах, волжских городах. Открылось ли мне что-нибудь во время этой поездки? Кстати, первый раз это мы были на теплоходе, и вот скоро мы опять поедем по этим же городам, чтобы дополнительные съемки делать. Ну, уже на машинах поедем. Я для себя открыл многое. Я не хотел бы вдаваться в подробности, потому что видя об этом наш фильм. Но скажу вам, что я узнал многое, о чем не подозревал, и встретил много чрезвычайно интересных людей. Вообще, если жить в Москве и в Питере, и больше нигде, то на самом деле твое представление о России будет искаженным. Это я уже понял совершенно точно. Ну, давайте я ограничусь этим. Поеду ли я еще раз? Вообще, я с удовольствием езжу, я с удовольствием открываю для себя новые места. Но здесь это абсолютно конкретно связано с фильмом. Я надеюсь, что... Понимаете, у меня работа такая, что я не могу просто взять и поехать по городам и весям. Для меня это должна быть какая-то причина. Поэтому поеду ли я еще? Не знаю. Хотя, наверное, хотелось бы. Но вообще говоря, я довольно много езжал по России. Бывал в довольно большом количестве городов. Единственное, я не бывал. Это вот на Дальнем Востоке. Ну, я был во Владивостоке, правда. Но так подробно там не был. Всякая такая поездка, ну, что ли, открывает глаза человеку. Ну вот. А об этом будет подробно уже рассказано в нашем фильме. Но, правда, он выйдет не раньше, чем через год. Бывал в таком виде. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...